Самый уникальный и самый своеобразный район Лондона покроет сеть Wi-Fi. Публичный доступ к интернету получат местные жители и гости, приезжающие в Кэмпден Таун. Это один из самых популярных туристических маршрутов столицы Великобритании. Что интересного можно увидеть в Кэмпден Тауне и нужен ли путешественникам Wi-Fi, узнавала Светлана Чернецкая. И ночью и днём здесь кипит жизнь. Must see, говорят британцы о том, что обязательно нужно увидеть. Так вот, Кэмпден Таун в Лондоне это однозначно must see. Чем тут только не завлекают в свои заведения. В этот фасад врезался самолет, а эту стену будто хорошенько пнул кто-то. Необычные сооружения и не менее необычный ассортимент. В Кэмпден Тауне можно купить всё от сувениров и до мебели. Эксклюзивность гарантирует. Этот район давно облюбовали панки, готы, эмо и прочие неформалы. И всё это вместе, как магнит, притягивает туристов. Хотим, чтобы турист, оказавшийся здесь впервые, быстро сориентировался, что ему может предложить этот район. И поэтому решили установить во всём Кэмпдене бесплатный вай-фай. Предприниматели тоже будут выигрыши. Ведь район станет ещё привлекательнее, а значит и прибыль увеличится в несколько раз. Голландка Эллен с дочерью уже побывали в британском музее и полюбовались Биг Беном. Но Кэмпден Таун просто сразил их. Эти туристы впервые в Лондоне. Сейчас им бы очень пригодился интернет. Экскурсии, мюзиклы, музеи можно поискать. Но сейчас ничего не находим. Нет интернета. Мобильное приложение «Гид по Лондону» они скачали, готовясь к поездке. Утром в отеле им приходится запоминать маршруты и места. А с интернетом, говорят, можно было бы импровизировать. К примеру, найти ресторанчик подешевле, самый вкусный кофе поблизости. Конечно, вай-фай бы нам помог. Итальянец Саймон с друзьями ещё и 10 минут в Кэмпдене не провёл, но уже около 50 фотографий нащёлкал. Тоже не пользуется интернетом в роуминге. Слишком дорого получается, но соблазн очень большой. Я бы сразу фотки отправлял друзьям. К примеру, покупаешь какую-то смешную футболку и спрашиваешь сразу, как им нравится. Преимущество такого интернета, кроме туристов и предпринимателей, почувствуют и местные жители. Саймон в этом районе и живёт, и работает. Мобильный интернет убивает батарею телефона. То есть, когда ты подключён к сети постоянно, это недёшево, во-первых. А во-вторых, съедает батарею быстрее. А современные смартфоны и так еле доживают до вечера. Вай-фай же подольше сбережёт жизнь телефона. Уже к концу лета Кэмдентаун покроет сеть вай-фай. Это будет первый район в Лондоне, где предоставят такую услугу. Бесплатными, правда, станут только первые 30 минут. Этого должно хватить, чтобы сориентироваться на местности, считают чиновники. Если виртуального времени нужно больше, придётся платить. Но всё равно получится дешевле, чем в роуминге. Светлана Чернецкая, Валентин Белич. Подробности Британское бюро телеканала Интер.